здравствуйте друзья приветствую всех на канале rzone game сегодня я предлагаю вам зайти и посмотреть на один из проектов на базе gta 5 rp который называется радмир раша ну или или радмир россия кому уж как удобней я уже бывал на основных серверах проекта радмир но на радмир россия я еще не заходил да и к тому же открылся этот проект ну так скажем сравнительно недавно ну и хочется зайти в общем-то и посмотреть что он из себя представляет и традиционно начинаем мы конечно же с меню персонализации нашего персонажа надо сказать что меню и сама вот это вот заставочка которую мы сейчас видим выполнена достаточно простенько простенькие настроечки в общем-то такого чтобы что-то могло удивить мы здесь не увидим да в общем-то и на основных серверах радмира тоже меню такое вот оно оно нормальное меню персонализации ну вот оно такое простенькое ну и в общем то не будем здесь надолго задерживаться создадим себе такого вот у тырочного персонажа и зайдем уже сразу же на карту чтобы посмотреть что из себя представляет радмир россия ну и сразу же надо сказать что наверное никакого начального квеста для ознакомления с проектом здесь нету сразу же подходим к писишки вот выбор мопедов арендуем мопед и все в общем то мы вольны делать все что хотим и в общем то а что мы хотим да мы хотим начать какую-то рабочую карьеру здесь начинать прокачиваться зарабатывать какие-то денежки и для этого надо обратиться к карте посмотреть где же здесь места расположены рабочих занятий и первое вот что бросается в глаза это сама нелепость карты ну наверное это на любителя не знаю но мне эта карта абсолютно не понравилась но мы ее еще коснемся и следующая проблема на этой карте абсолютно не работает gps то есть даже если вы нашли место куда вы хотите поехать поставили метку gps вам ничего не проложит ехать надо вот ну как то вот в общем то просто в ту сторону надо ехать другая проблема еще здесь расположение дорог дорожная сетка но это просто тоже не какой-то кошмар касаемо графики до узнаваемость россии есть но нравится ли не знаю наверное это на любителя а вот касаемо от дорожной сетки то вот не редкость когда вы едете едете а дорога кончилась так как навигатор то вам ничего не прокладывает то уехать надо как-то ну как-то надо ехать в общем просто здесь как я понял все ездят просто вот ставят метку и в том направлении несутся потому что ездить здесь по дорогам это такое вам скажу занятие так как дорожная карта ну просто отвратительная ну а что касаемо графики и российской архитектуры то это наверное понравится тем кто играл сам если вы играли когда-то в сам и он вам зашел то вам здесь понравится мне кажется это такой сам на максималках мне же сам не зашел ну соответственно не заходит мне и вот эта архитектура эта графика это в основном наверное на 80 процентов оцифрованные фото текстуры не имеющие рельефа да к тому же эти фото текстуры очень часто повторяются это очень явно бросается в глаза взято несколько фрагментов и они чередуются то есть если например посмотреть на какой-нибудь балкон то этот балкон на том же доме будет повторяться раз пять или шесть ну и еще одно что с вами может случиться и случается здесь очень часто достаточно я разговаривал с многими игроками это вот пропадение полностью текстур как видите мы висим в воздухе как под нами какая-то огромная куча песка видим на этой куче все и держится вообще еще ниже находится реальная карта лос-сантоса но с этим можно бороться и нужно бороться следующим способом надо зайти в настройки выбрать дополнительные настройки и в дополнительных настройках открутить на максимум дальность прорисовки тогда текстуры появится в противном случае будет все выглядеть вот таким вот образом ну и в общем то ладно выкручиваем прорисовку текстур на максимум и приступаем к развитию на этом проекте естественно есть телефон и в телефоне есть места где можно найти какое-то рабочее занятие ну как я уже ранее сказал это вам не сильно поможет потому что навигатор на этом проекте не работает ставим метку и примерно в том направлении выдвигаемся первым местом который я хотел бы посетить это будет строительная площадка и вот кстати мы сейчас едем мимо здания и вот то о чем я говорил видите зеленые балкончики по правой стороне вот они повторяются 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 и повторяются и так это везде одна и та же текстура очень часто повторяется это очень сильно бросается в глаза такое некое разнообразие однообразие ну а вот как выглядит строительная площадка и если на основном сервере родмира строительная площадка взята прямо на карте gta лос-сантосе то здесь ее создали можно сказать с нуля ну и надо сказать что получилось так себе ну и опять же это если сравнивать с карты от рок-старовцев а эту карту создали они сами поэтому тут наверное надо сравнивать опять с тем же сампом если сравнивать с сампом то это рабочее занятие и это строительная площадка выглядит хорошо ну вот если сравнивать их со строительными площадками на карте gta то конечно очень и очень уныленько это выглядит а самой механикой рабочего занятия заморачиваться не стали просто перекинули все то что есть на основном сервере родмира ну вот сюда так что это выглядит точно так же как и на родмире выскакивают блоки ну или квадрат или как они здесь на карте написаны кирпичи и вам надо просто угадать размер и он туда упадет вот и все не знаю такое себе решение мне я когда заходил на родмира но мне и там не понравилось ну естественно ничего не изменилось мне не нравится это и здесь какое-то занятие как один на маленькая развивающая игра для какого-то на пяти шестилетнего ребенка что ли не понравилось меня но она очень быстро утомляет это занятие такое себе решение но наверное такое тоже может кому-то понравится лично мне как игроку это не нравится потому что меня заставляют делать какие-то телодвижения мне больше нравится когда разработчик на нудном неинтересном занятии не заставляет игрока тоже работать вместо персонажа а заменяет это какой-то визуальной составляющей как вот например на этих вот двух видео вставках где рабочее занятие тоже строительное рабочее занятие как вы видите просто превращено в красивую анимацию но я как игрок сижу отдыхаю персонаж работает а я визуально наслаждаюсь тем что я вижу здесь же конечно немножко все по-другому устроено и здесь нужно делать какие-то манипуляции вот с этим квадратиком который действительно очень быстро надоедает и последнее что хотелось бы сказать это форма строителя но уж каску и жилетку то можно было бы ему дать тем более что по законам российской федерации нельзя находиться на строительной площадке без каски даже если вы не являетесь строителем а просто пришли на строительную площадку ну поэтому вот такие у меня к этому придирки ну переходим дальше а дальше у нас следующее рабочее занятие это работа фермера и пока мы едем на ферму опять едем просто напрямки потому что по дорогам здесь ездить ну практически невозможно на карте их не поймешь где они навигатор как я сказал нету в глаза бросаются очень резкие и острые углы текстур рельефа вся геометрия местности она очень угловатая остроконечная такая вот ну как-то ну неприятно смотрится и опять если сравнивать с родной картой лос-сантоса то это конечно ну вот как-то бросается в глаза и неприятно когда какой-то овраг канава такая вот остроконечная и все текстурки очень острые сейчас мы это это увидим но если опять сравнивать с сампом что вообще замечательно отличная карта и вот мы уже подъезжаем к фермерскому угодью где можно заметить что какие-то песчаные грядки тоже выглядят очень остроконечными такое впечатление что я еду по каким-то крышам острым прямоугольным треугольным крышам ну и вот оно само фермерское хозяйство где нам предстоит потратить какое-то время ну а работа фермера я бы сказал достаточно простая ничего сложного здесь нету берем корзинку и идем на грядки ну вот только придирка у меня грядкам почему песчаные грядки непонятно ну и анимации анимации прикольные нажимаем букву е он начинает потихонечку выкорчевывать вот это вот растение единственное что он очень резко вскакивает и садится два раза подряд то есть подходит срабатывает триггер он нагибается и потом еще раз резко делать то же самое с анимациями есть такие вот небольшие сложности ну а так в принципе работа как работа в общем-то ходим по грядкам и собираем какие-то растения ну и вот она сама анимация вот видите еще раз подпрыгнул сейчас мы его выкорчеваем и он очень резко вскочит вот раз прямо моментально вскочил вот только поэтому есть придирки ну а в целом работа как работа мы с вами движемся дальше и вот впереди виднеется холм это как раз то о чем я говорил бросается в глаза однообразие полигональных текстур весь холм выполнен из одного и того же рисунка что конечно же выглядит очень нелепо и в общем то вся карта выполнена вот такими вот кусочками со стороны смотрится ну крайне некрасиво ну а мы уже подъезжаем к следующему рабочему занятию и это доставщик пиццы надо сказать что и строитель и фермер и доставщик пиццы это работа одного уровня 1 2 уровень чтобы открыть следующее занятие вам нужен уже как минимум третий уровень тогда можно будет посмотреть какие-то следующие занятия ну а мы отправляемся и работа разводчика пиццы на самом деле прикольная мне понравилось есть промежуточные действия но которые вы сейчас увидите надо встать достать пиццу и отнести ее это прикольно единственное что еще хотелось бы сказать по эту работу мешают вот такие вот баги вот видите как здесь например забыли добавить поребрик также здесь еще куча багов связанных с заборами заборы которые низкие и имеют всего одну сторону текстуры то есть одной стороны я вижу этот забор если я проехал его с другой стороны то я его даже не вижу и могу проехать но проехав этот забор появляется вот этот забор сейчас перед вами вот впереди он стоит его невозможно перепрыгнуть его невозможно проехать но он имеет всего одну сторону то есть если бы я ехал с той стороны забора я бы его даже не заметил видите вот он появляется и исчезает вот это на самом деле большая проблема ну еще проблема то что нету навигации ехать надо наугад ну и нелепость карты карта я еще самом начале сказал на мой взгляд абсолютно нелепая ну а вот как выглядит сам цикл данной работы подъезжаем к точке которая обозначена фиолетовым маркером подходим к багажнику берем оттуда пиццу и несем естественно на маркер вот в общем то и вся работа ну а дальше вот подключается то о чем я говорил от этой односторонние текстуры и односторонние заборы куда ехать абсолютно непонятно потому что его вот видите вот с этой стороны его не видно а с этой стороны его видно вот вдоль того большого дома тоже стоит такой же забор просто здесь его не видно и вот какой смысл мне ехать туда или не ехать я вот ну не знают видите опять забора нету а он на самом деле есть вот это очень здорово мешает в этой работе такие вот баги и последнее что я бы хотел сказать про это рабочее занятие это даже не плюс и не минус а просто вот такой вот факт из-за того же что в общем то на карту как я ее назвал нелепая точки которые мы развозим они одни и те же то есть когда мы берем заказ их дается по моему пять или шесть я уж точно не помню то рандомно кидается две три точки вот сюда вот в город и две три точки вот сюда вот в деревню которая рядом с городом но от того что и в городе и в этой деревне домов мало мы ездим практически по одним и тем же точкам бывает три точки в городе две точки в деревне бывает две точки в городе три точки в деревне но в общем то это все одни и те же точки и одни и те же дома но это связано с тем что видимо сначала делали вот эти вот города и деревни, а уже потом к ним привязывали это рабочее занятие. Поэтому и получается так, что мы занимаемся каким-то однообразием. Далее проследуем в автошколу. Автошкола мне на этом проекте понравилась. Во-первых, здесь есть только мотоциклы и автомобили. Никаких категорий. Что, в общем-то, упрощает жизнь игроку. И следующее. Сдача на права происходит таким вот образом, как вы сейчас видите, в общем-то, в принципе ничего удивительного нет. Но после каждого маркера вы можете заметить, выскакивает информативная табличка, которая пока вы едете от маркера до маркера, можете почитать. Там написано правило дорожного движения. То есть вы сдаете и тут же получаете какую-то информацию. Это достаточно прикольно сделано. Интересно сделано, я бы так даже сказал. Ну и сам маршрут. Он проходит вокруг одного квартала. Да, есть ограничение скорости 40 километров, но вы проезжаете один квартал и все. Вы, в общем-то, сдали. Таким образом, мы и сдаем, и получаем какую-то информацию. Все происходит очень быстро и интересно. Прикольно сделано. Ну и поехали дальше. А далее у нас профессия электрика. И тут ничего интересного мы не увидим. Опять все просто взято с основного сервера Радмира. Устраиваемся. Перед нами выскакивает табличка с лохматкой. Треплем лохматку в разные стороны. И, в общем-то, все. На этом работа закончилась. По аналогии с строительным объектом, мне это тоже не особо нравится. Через буквально там 5-6 вот таких лохматок вы понимаете, что вам это надоело. Опять какая-то развивающая игра для детей. Мне интересно. Давайте лучше быстренько пробежимся по автосалону. Вместо того, чтобы смотреть работу электрика. Машины на проекте интересные. Скажу сразу. Интересные. Очень много машин и много самих магазинов. Есть магазин отечественной техники, до которого мы доберемся чуть позже. Ну, а пока быстренько пробежимся по ближайшему от электрика магазину, в который я забежал, потому что работать электрика мне не понравилась. Не понравилась на Радмире. На основном не понравилась мне и здесь. Поэтому вот такие вот здесь машинки. Машинки действительно надо сказать хорошие. Все практически уникальные. Все брендированные. Ну, интересно. Может быть показаться простенькое меню, но на самом деле в нем есть все. И характеристики, и покраски. Ну, может быть немного маловато красок. Но это можно все сделать в тюнинговом ателье. Двигаемся дальше. А дальше у нас работа автобусника. И эта работа здесь достаточно приятно сделана. И тут вот надо отметить, что нелепость карты наоборот играет в положительную сторону. Так как карта небольшая и, как я уже говорил, дорожная сеть вообще никакая, автобусы запустили по кольцу. Здесь есть одна большая кольцевая дорога. Она идет через весь остров. Так как других дорог-то здесь и нету толком, разработчикам ничего не оставалось, как запустить автобус по кругу. в общем-то работает очень легко из-за этого. И вот как я уже сказал, нелепость карты идет в плюс этому проекту. Едешь по кольцу всего 8 остановок. Проезжается очень быстро. В общем-то работа сделана хорошо, но тоже не лишена бага. Так, у этого автобуса, хоть и моделька очень красивая, автобус действительно российского производства, но выхода из автобуса для водителя нету. Водитель выходя из автобуса появляется на крыше. То есть нету анимации посадки и высадки из этого автобуса. Ну, а в принципе, как я уже сказал, работа прикольная. Выполняется очень быстро из-за того, что карта небольшая. Ну, и как вы можете заметить, маркеры пришлось поставить очень близко. Это из-за того, что не работает здесь навигация. То есть навигатор вам не покажет, как двигаться до следующего маркера. Поэтому маркера здесь стоят очень и очень близко. Ну, а работа-то прикольная, но только жаль, что мне все-таки не дали на ней поработать. Мой, заграбли. Тормози по-нормальному. Тормози. Тормози. сказали. Или откроем огонь. Быстро. Сейчас буду стрять по колесам. Позеять, я сказал, не дури. Это бред. И боже, как же мне это надоело. Из проекта в проект одно и то же, одно и то же. Стоя это ограбление, никакого больше РП не встретишь. Да, и кстати, здесь сбивают тоже на ура. Если ты бежишь пешком или едешь на скутере, сбить человека здесь это, как бы, ну, видимо, считается нормальным. Ну и ладно, бог с ними, движемся дальше. Следующая работа, это работа электрика на выезде. В общем-то, это все то же самое. Размотаем лохматку, но вот за счет вот этого антуража, который здесь создан, прикольная модель Зила, раскрашен модель, как аварийная машина. Выглядит работа прикольно. Ездить интересно. Ну, единственное, что, естественно, придется опять разматывать эти же лохматки. Ну, а в целом, работа очень антуражная. Придраться можно только вот к той лохматке и к тому, что звук у этого Зила взят от какой-то легковой машины. И он где-то справа. Звук у автомобиля почему-то справа, и он от легковой машины. Это не очень антуражно. Ну, а ездить, как я уже и говорил, из-за нелепости карты придется вот таким вот образом. И как вы можете заметить, не я один так езжу. Так здесь ездят все, потому что дорожная сеть здесь просто никакая. Ну, нету здесь дорог. Ну, и вот, в общем-то, точка, куда вам надо будет добраться. Добираемся до этой точки. а дальше размотай лохматку. В общем-то, вот и вся работа. И так мы ездим по карте. Повторюсь, что работа прикольная только из-за антуражности. Действительно, это Зила, раскраска, ну, это все очень-очень интересно. Если бы еще и форма была тоже достойная, какая-нибудь оранжевая жилетка, ну, наверное, это вообще выглядело бы очень, ну, интересно. Ну, а так это сводится все к банальности. А вообще, на этом проекте есть еще две специальности. Это инкассатор, по-моему, откроется после шестого уровня. И доставка продуктов. Он откроется, по-моему, на восьмом уровне. Могу перепутать, не помню. Ну, естественно, что докачиваться до этого уровня я не буду. Ну, а вот тот самый магазин отечественной техники. Посмотрите, какой список. Но показывать весь список я не буду. Покажу только автомобиль, который я купил. Не то, чтобы я его выбрал, просто на него мне хватило денег. Все модели отличные. Прорисовка, качество, все очень-очень красиво. Отечественных машин очень много. Меня удивили Волги. Есть Волга 24, есть 31. Много. Действительно, очень много машин. Приоры там. Ну, огромный список. Вы его сейчас видели. Показывать не буду, потому что займет очень много времени. Ну, а кому интересно, зайдите и посмотрите. Действительно, есть на что полюбоваться. Любителям отечественного транспорта здесь есть где погулять и на что посмотреть. На что потратиться, ну, и на что пофармить. А напоследок зайдем в одну из квартир, которые представлены на этом проекте. Ну, вот цену вы увидели. А вот таким вот образом здесь оформлены квартиры. Квартиры сделаны прикольно. Ну, нестандартно как минимум. Да, можно докопаться до размыленных текстурок. Но на самом деле это, я думаю, терпимо. Посмотрите, какая атмосферность. Стол, книжка, ламповый телевизор на ножках, здоровенный диван, обои. Ну, выполнено прикольно. Прикольно, мне понравилось. Как минимум, это нестандартно. Это не взяты простые GTA-шные квартиры и сюда внедрены. Нет, здесь подошли к этому вот таким вот образом. Да, еще раз скажу, что можно каким-то там докопаться, что вот мутное стекло, там, какие-то замыленные текстурки, но в целом прикольно. Прикольно, и как минимум это немножко удивляет. Ну, и вот на этой ноте, наверное, будем закругляться и завершать данный обзор. Что можно сказать про проект? Проект, как минимум, он единственный. Я больше не знаю проектов в российской стилистике, поэтому, наверное, у него просто нету конкурентов. Вот все, что я могу сказать в завершении. Да, он не лишен ряда косяков, багов и тому подобное, но и выбирать-то, в общем-то, не из чего. Чтобы зайти и поиграть в такой атмосфере России, наверное, больше выбора нету. Да, есть еще какие-то проекты сам, куда я не хожу, тоже какие-то в российском стиле. Есть какой-то еще, по-моему, NextRP, тоже в российской стилистике. Но на базе GTA V, по-моему, это единственный проект. Поэтому уж смотрите сами. Кому понравилось, заходите, играйте, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Всего вам доброго. Игорь Негода.